Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Сегодня на чемпионате мира по хоккею среди женских команд, для наших девушек очень ответственный день, им предстоит сразиться с хоккеистками сборной Соединенных Штатов Америки. Это будет уже третий матч наших спортсменок на турнире, ранее они обыграли сборную Швейцарии со счетом 3-1, а вчера рано утром по Москве уступили канаткам 1-5. Матч между сборными России и США состоится в 21.00 по Москве. Ровно через сутки нашим придется вновь выйти на ледовую площадку. В своем заключительном матче на групповом этапе они сыграют с финками. И это будет очень принципиальный матч. Ибо отобрать даже одну очко у американок представляется очень сложной задачей из-за разницы в классе. А вот с финками нашим надо будет поднапрячься. Именно поэтому над нашими хоккеистками не будет давлять груз ответственности за исход матча с американками и надо попробовать выжать из него все, что возможно. Но с другой стороны понимать, что менее чем через сутки встречаться со своими основными конкурентками финками. И по возможности поберечься и не получить ненужных травм. Поэтому просто пожелаем нашим хоккеисткам показать красивый хоккей. Вот каково состояние дел в нашей группе после проведенных двух полных туров. Канадки и американки занимают первые два места набрав по шесть очков. Три очка в активе у сборной России. Не имеют очков сборные Финляндии и Швейцарии. Вот расписание пяти оставшихся матчей в нашей группе на групповом этапе. Сегодня в 21.00 по Москве мы играем с американками. Завтра в 0.100 канадки встречаются со швейцарками. Также завтра в 21.00 мы сыграем с финками. 26 августа финки и швейцарки сыграют между собой в 21.00 по Москве. Ну и 27 августа в 0.100 по Москве встретятся сборные США и Канады. Вот положение дел в другой группе. Пока не испытали горечи поражений сборные Чехии и Германии. Правда немки провели на один матч меньше. У японок одна победа в двух матчах. Сборные Венгрии и Дании очков пока не набрали. Вот расписание оставшихся матчей на групповом этапе в группе Б. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением Ренат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...